продолжаем изучать дизайнерские приемы в редакторе adobe flash cs5 и выберем инструмент текст создадим новый слой и напишем что-нибудь логотип какой слоган типа flash design и выбираем инструмент стрелка и теперь давайте разделим нашу фигуру на составляющие то есть наше слово на буквы control b и еще раз на составляющие графические элементы еще раз control b вот мы получили такой слоган в виде графики теперь давайте поработаем над его преобразованием выбираем свободное преобразование искривим его с помощью свойства огибающие изгибаем его дугой и есть у нас такие рычаги которыми мы можем изогнуть траекторию используем их изгибаем и вот мы получили вот такой вот текст в графике изогнутый текст отлично теперь давайте выберем инструмент стрелка выделим все что находится на втором слое то есть выделяется вся наша графика копируем ее control c и вставляем на новый слой control shift v итак мы получили два таких два изображения которые находятся друг под другом верхний слой у нас выделен это третий слой давайте вы зададим ему заливку белую и через модификацию например фигура расширить заливку с узим где-то на пикселей на на 4 наверно окей вот мы его сузили и теперь давайте зададим ему обводку выключим видимость заднего слоя и задаем обводку выбираем инструмент ведро с краской выбираем чернильницу обводку делаем черного цвета и кликаем по нашим фигурам по внешней части кликаем задаем обводку внешнюю по внутренней части кликаем задаем обводку внутреннюю окей здесь у нас не осталось отверстия это даже превосходно теперь давайте выделим все что находится на третьем слое и зададим обводку где-то в полтора так с помощью инструмента стрелки давайте кликнем вот по выделенной части куда-нибудь и панели свойств мы получаем теперь обводку давайте зададим параметр полтора это толщина обводки нашей линии закроем панель свойств и вот мы получили ободочку в полторы полтора пикселя на втором слое мы значит встаем на второй слой выделяется у нас вся эта фигура со вторым слоем мы проделаем то же самое мы задаем заливку белого цвета и давайте отключим видимость верхнего слоя давайте модифицируем фигура модификация фигура расширить расширить заливку и теперь мы расширим где-то пропит пиксели на 4 жмем ok вот так вот мы расширили и также зададим обводку с помощью чернильницы если мы будем удерживать ведро с краской мы получаем чернильницу либо горячий клавиша с и вот так черным цветом делаем обводку внутренняя часть нам не понадобится в этот раз окей так все у нас залито везде обведено и давайте выберем инструмент стрелка выделим всю нашу фигуру кликнув на слой 2 заходим в панель свойств как у нас не отображается давайте кликнем по выделенному и теперь в панели свойств мы зададим параметр 2 2 пикселя окей закроем панель свойств и смотрим что у нас получилось давайте включим внешнюю внешнюю часть и мы получили такую двойную обводку нашему слогану который можем скопировать control c и вставить на какой-нибудь свободный слой создаем новый слой давайте опустим его в самый низ даже пускай выйдет сам внизу и вставим на него control v наш слоган выбираем инструмент свободное преобразование и вот так вот мы можем уменьшить до нужных нам размеров окей мы получаем вот такой вот слоган его плохо видно в уменьшенном формате поэтому пускай будет вот таким вот также можем удалить собственно говоря и теперь давайте скопируем вот это все control c мы уже копировали собственно можно было и не копировать и на нижний слой вставим control shift v всю эту фигуру давайте зальем каким-нибудь черным цветом так и через модификация фигура расширим заливку пикселями 4 на 5 давайте на 5 окей отключим видимость остальных фигур и вот мы видим что у нас исказилась наша фигура давайте откатим control z и отключим видимость наших фигур внешних давайте зайдем модификацию и я покажу что нужно делать в этом случае фигура модификация фигура оптимизация давайте оптимизируем нашу графику где-то процентов на 80 на 70 окей и мы смотрим сообщение получаем такое сообщение исходная фигура содержала полторы тысячи кривых грубо говоря и оптимизированной фигуре содержится пол тысячи кривых то есть мы раза в три и уменьшили на 69 процентов окей вот теперь модификация фигура расширить заливку мы можем на 5 пикселей расширить эту заливку так вот что еще мы не сделали давайте откатим control z и у нас содержится здесь обводки поэтому мы фигура модификация фигура заходим преобразовать линии в заливку и мы получаем линии заливки давайте еще раз модифицируем модификация фигура оптимизация то есть оптимизируем где-то процентов на 50 окей еще раз раза в два мы ее оптимизируем и теперь через модификацию фигуры расширить заливку мы расширяем ее пикселей на 5 окей вот чем мы получили и теперь давайте поработаем с этой фигурой снимаем выделение и давайте возьмем инструмент кисть черным цветом мы закрашиваем все вот эти вот ненужные нам части окей давайте включим остальные слои и мы получили вот такую вот обводочку классно которую мы сейчас сместим кликаем на четвертый слой выделяем и смещаем на пару тройку шагов влево и на пару шагов вниз так снимаем выделение кликнув в сторонку вот мы получили такой тесненный дизайнерский ход дизайнерский такой текст вот такой вот вариант теперь давайте выберем инструмент линия создаем новый слой где-нибудь сверху давайте встанем выше создаем новый слой и на новом слое какой-нибудь выбираем карандашик выбираем какой-нибудь цвет зеленый например любой любой любого цвета так и рисуем линию от края текста до края текста ну где-то вот так давайте увеличим вот эту часть и линию перетащим так чуть ниже окей перейдем на 200 процентное отображение нам будет виднее и вот так изогнем эту линию стопроцентном отображение будет виднее линию немножко еще подогнем и давайте выделим ее и при при опустим немножко ниже вот так отлично передвинул я ее откатываю ctrl z на место снимаю выделение и немножко дугу поправляем вот так где-то все отлично вот эту часть вот еще вот отлично вот так уходим на 200 процентное отображение так будет виднее и давайте выполним заливочку для верхней части вот эту часть тоже подвинем отлично и верхнюю часть зальем черным цветом выбираем ведро с краской удерживаем эту чернильницу выбираем ведро с краской и попа так control z откатываем нам понадобится инструмент стрелка выделяем всю эту линию удаляем ее control x почему она не удаляет давайте посмотрим сейчас секундочку перейдем на стопроцентное отображение выделяем ее удаляем ее control x и вставляем на верхний слой где у нас находится вот этот верхний слой control shift v то есть мы вставляем по месту там где мы скопировали теперь выбираем ведро с краской и заливаем вот эти части давайте увеличим чтобы ничего лишнего не залить отлично вот так все и выделенная линия сейчас она у нас находится в выделенном состоянии мы просто либо просто взяв инструмент стрелка дважды кликнув по ней мы удаляем delete удаляем и мы получаем вот такую вот заливочку нормально теперь перейдем стопроцентном отображение вот мы получили такую как бы зеркальную часть давайте создадим подложку выбираем прямоугольник создаем новый слой где-нибудь внизу самом низу под нашими слоями так четвертый слой поднимаем выше то есть под мой над моим логотипом то есть это вот вся вот эта часть теперь в сборе как видите если выделить всю нашу фигуру они вы на она находится вот в трех слоях третий второй четвертый пятый слой у нас остался свободный мы рисовали в нем линию пятый слой мы опускаем под все все наши слои давайте заблокируем все остальные слои и разблокируем пятый давайте нарисуем с помощью инструмента прямоугольник такой прямоугольничек отлично выбираем инструмент стрелка и выделяем обводку дважды кликнув по ней жмем delete удаляем нашу обводку и вот так вот растягиваем нашу подложку так где-то так давайте выделим ее и при опустим чуть чуть ниже и право сдвинем то есть выставляем по центру центрируем ее снимаем выделение вот такой вот такую фигуру мы получили теперь давайте скопируем ее ctrl c создаем новый слой опускаем его самый низ и на него вставляем ctrl shift v теперь у нас шестой слой выделена фигура мы ее модифицируем через фигура расширить заливку и расширим где-то пикселей на 5 окей вот так зададим ей белый цвет придадим ей обводку выбираем ведро с краской удерживаем получаем чернильницу и задаем вот такую обводочку так обводку надо было сразу выбрать черного цвета ну раз уж мы так сделали давайте выделим эту обводку и зададим ее ну такого черного цвета и в панелях свойств давайте сделаем пускай два пикселя так и остается окей а внутреннюю часть давайте уменьшим модификация фигура расширить заливку сузить и где-то давайте сузим где-то пиксели на 3 окей а давайте сузим еще на пару пикселей то есть на 5 пикселей и того расширить заливку на 2 пикселя параметре сузить в функции сузить выбираем и точно также выбираем белый цвет и давайте зададим заливочку и черного цвета обводку обводку черного цвета и теперь кликнув на обводку за дважды кликнув по ней потому что у нас есть кривые которые не выделились сразу выделяется одна кривая на которую мы кликнули в панелях свойств мы убираем и давайте зададим где-то параметр полтора 1 и 5 окей закрываем панель свойств вот такой вот отличный вариант получили давайте зададим ей какой-нибудь ну такой серый серый цвет отлично мы получили вот такой флеш дизайнерский логотип и давайте на этом урок закончим и дальше продолжим 2 во второй части в следующей части